Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает, вопадом. И иногда я оказываюсь в очень интересной ситуации. Мне трудно рассказать о любимой книге. Потому что с этой книгой столько всего связано, с этими образами, с этими героями, с этой историей, в конце концов, с конкретным каким-то изданием. И иногда, как это бывает, я потом нахожу, спустя, значит, долгие-долгие годы, это издание, вот там у родителей, в квартире я вижу это потрепанную, блекую, совершенно никчемную книжку, которая вот когда-то казалась таким чудом. Я рассматриваю с восторгом эти картинки и так далее. Бывает, что я даже вообще не могу вспомнить, в каком именно издании я познакомился впервые с книгой, которая мне как раз, как текст, как книга, запомнилась от и до. И вот такая история произошла с романом, с повестью, там три части, значит, Леонида Соловьева «О Хаджи на Средине». Повесть о Хаджи на Средине – это книга антипедагогическая. Ее нужно совершенно четко запретить для чтения детям. Так считают многие взрослые и не без оснований. Знаете почему? Потому что она думать учит. Она учит думать и она учит смеяться над тем, над чем действительно стоит потешаться. И несмотря на то, что эта повесть, она чрезвычайно специфическая, особняком стоящая в русской литературе, во-первых, это мастерская, невероятно точная стилизация под художественную билетаризацию, да, восточной легенды. Ведь легенда о Хаджи на Средине – это то же самое, что предание Робин Гуди. Это народное фольклорное творчество со всеми изысками и кульбитами, которые, значит, фольклори возможны для героя, которые он выкидывает там, значит, всякие штучки-дрючки. Со всеми особенностями фольклорного повествования, когда герой приходит, значит, обязательно рождается чудом, да, и чудом начинается его жизнь, и там какие-то происходят удивительные события, да, и уходит в никуда, да. То есть мы иногда знаем, как погибает герой, да, а иногда не знаем. Мы не знаем, чем кончилась биография, потому что это сборник легенд, да. Вот из этого невероятно пестрого, очень разрозненного, очень разнохарактерного материала, материала чрезвычайно близкого к бытовой сатирической сказке, да, имеющего, конечно, элементы и волшебные сказки, легенды, близкого к преданиям «Тысячи и одной ночи», близкого к другим восточным сказаниям, да, из этого материала Леонид Соловьев сделал крепко сбитую, совершенно четко прописанную, с конкретным сюжетом, с яркими очень образами, да, с логичным построением, да, биографическую повесть, значит, художественную повесть, написанную языком и художественными средствами XX века. Заслуга Соловьева в том, что он так тонко и так близко к сердцу принимал чувства в Восток, что он писал об этом как абсолютно западный человек, потому что в этой повести, несмотря на все эти вот бесконечные упоминания мечетей, молитв, эмиров, падишахов, всевозможных восточных чиновников, значит, всяких кафтанов, ремесел города, базарное поведение, значит, базарной площади, там все вот эти вот тонкости, да, несмотря на огромное количество всех этих вещей, да, в этой повести самое главное что? Правильно, это все абсолютно понятно, близко и с лету просто воспринимается, даже не очень-то начитанным и совершенно ничего не знающим о Востоке ребенком, потому что не надо ничего знать, надо лишь думать. Вот думать эта книга учит, как никакая другая. Почему я заговорил о мнимом вреде Хаджина Средина? Да потому что во все эпохи те, кто пробился чуть-чуть выше кормушки, да, значит, нашей уважаемой бройлерной фабрики, да, начинают дурить ниже стоящих. Те, кто хоть чуть-чуть от жизни получил вот тонкий ручеек золота из великой реки нашего Эмира, все время тек в наши карманы, помните, там рассуждает, значит, герой, да, и тут, значит, благодаря вот этому новому любимцу Эмира, да, мы перестали получать, пересохли реки нашего благополучия. Так вот, реки благополучия, которые почему-то не пересыхают, и в наши дни тоже у госчиновников и всех остальных дорогих людей, да, они все основаны на простом принципе, люди думать не хотят. Как сладко уповать, как тягостно думать, как приятно на что-то надеяться и чем-то гордиться, каким-то своим богатым побрякушкой какой-то своей, да, вот, думать, какой же я значительный человек, у меня есть Анна на шее, там, еще что-нибудь, да, вот, и как мучительно анализировать происходящее и думать реально, чего ты стоишь, да, ну вот, вот, всему этому учит Хаджана Средины, потому что один единственный раз в жизни, прочитав эпизод с чудесами, которые там творятся, ну, помните, да, знаменитые, значит, безногие и глухие и слепые собрались в пристройке, в мечети, да, значит, в сарае таком, значит, глинобитном, собрались, значит, чтобы ждать исцеления, они потом оттуда будут театрально, значит, исцелившись выходить, там что-то будет происходить, да, вот, значит, потому что место это сваилось чудесами, ну, и, конечно, богатые пожертвования, пожертвования богатые собирают мувы с этого великолепного аттракциона. Мы с вами понимаем, что аттракцион, средневековый человек, ну, а современные посетители всех этих, не скажу чего, чтобы не попасть под каким, значит, никого не обидеть, да, я человек неверующий, мне все равно, я совершенно не хочу никого обидеть, я просто вижу, как вижу, я вижу, что это тот же самый сарай при мечети, или при, там даже не мечеть, там, это вот при имели все происходит, это все с благословения, конечно, высшей власти священной, да, происходит, да. Значит, вот там, значит, вот эти вот, да, что делает Хаджана с резиной? Он, значит, берет хороший дрын такой, да, вот, значит, и со всей дури по стене этого сарая с криком «Землетрясение! Спасайтесь, кто может!» Что происходит дальше, вам рассказать? Вы сами уже поняли, да, исцелились мгновенно все хромые, обездвиженные, расслабленные, да, значит, глухие, тоже почему-то сразу про землетрясение услышали, да, вот, значит, я уж не говорю про слепых, те просто здоровые люди. Вот, значит, один-единственный раз, прочитав в детстве вот такое, здесь просто фроза очень красивая, я вам показываю, здесь великолепные совершенно рисунки Станислава Забоуева, я не знаю, видел ли я их когда-нибудь в своей жизни раньше, потому что я не помню первого издания Савовьева, в котором познакомился с этой книгой. Ну, вот, все память сохранила, даже цвет обложки какой-то коричневенький, да, а идентифицировать издание я не смог. Книга много раз переиздавалась, и вот эти вот иллюстрации я нахожу сейчас совершенно великолепными, очень отвечающими духу и сюжету книги. Так вот, один-единственный раз, прочитав про спор на мосту, прочитав про, значит, историю Ростовщика, да, прочитав про историю и мира, про исцеление вот этих вот эпизод. Вы знаете, ребенок получает такую прививку здравого смысла, и что надурить его, конечно, можно, и возможно, к сожалению, вот тот мальчик и девочка, который сейчас читает, оказывается, об этом можно писать. Оказывается, были люди, которые еще много-много десятилетий назад, когда папа и мама были маленькими, да, прекрасно об этом знали. Вот Леонид Савовев прекрасно об этом писал. И в эпоху Хаджина Средина, много столетий назад, тоже были люди, которые знали, что происходит, и не боялись об этом говорить. Хотя в те времена можно было совершенно реально физически не снести головы после таких слов. Ну вот, значит, история вот этого вот похождения Хаджина Средина, она, в общем-то, не детская по сюжету. И вся эта интрига с постепенным оттягиванием, скажем так, любовного воссоединения эмира и красавицы, которую он захватил себе в гарем, да, благодаря... Это совершенно, ну, скажем так, не в традиции доброй волшебной сказки рассказано, да. Вот. Но это настолько воспитывает, скажем так, умение критически осваивать действительность, да, не поддаваться на тех, кто хочет заморочить голову, потому что мотивов у всех мошенников не так много. И основным из них является один, вы уже поняли, да. Вот, вот как это... Ничего не изменилось со времен Хаджина Средина. Ничего. Тот же так же происходят чудеса, исцеление, значит, волшебные предсказания даются, значит, правителям, да, а те их выслушивают очень внимательно, да. И все это стоит колоссальных денег, и все это оформляется очень красиво, да, всякими мультимедийными средствами в наши дни. Какая прелесть, да. Вот, друзья мои, если вы хотите, чтобы ребенок думал головой, если вы хотите, чтобы он не просто набил знаниями за 10 лет обучения в школе, какими-то там сведениями о чем-то там не нужном, свою головушку, да, а чтобы он научился думать, научился не заглядывать людям в рот, даже если они красиво говорят, красивше меня, что называется, да, значит, ну ладно, я прекращаю ерничать. Научился осмысливать, критически осмысливать всю информацию, которую он получает, разбираться в том, чему стоит верить, а чему не стоит верить. И не соваться на рожон, да, с протестами, так это уже не может быть, да вы мошенник, да я вас всех, да, а просто понимать, какой дорогой, какой тропинкой в обернете жизни стоит идти, а какой нет, где тебя совершенно точно оставят и без кошелька, и, возможно, без твоего верного ослика, да, без средства передвижения. Это, если вы хотите, чтобы ребенок этому научился, в обязательном порядке, почитайте вместе с ним Хаджуна Средина. Эта книга может показаться скучноватой поначалу, это пустяки. Как только дойдет до первого же вот эпизода, подобного описанного, да, ребенок сразу ухватит самой ссори, будет с наслаждением восприниматься, воспринимать вот эти вот великолепные разоблачения. Удивительно, что эта книга продолжает оставаться разрешенной, значит, вот. Удивительно, судьба автора очень печальная, почитайте о ней. Удивительно, судьба этой книги. Я считаю, что это одна из самых значимых книг в литературе для детей и юношества за всю историю мировой литературы. Одна из самых значимых. Вот такой шикарный комплимент. Да, бывает такое. Соловьев, автор одной книги фактически, он создал Хаджуна Средина, и спасибо ему за это. Все остальное не так важно для нас. Главное, что вот Хаджа – это бессмертная совершенно вещь. Читайте, наслаждайтесь. Издательство «Речь» – великолепное подарочное издание поести о Хадже на Средине.